Татьяна Аганесян Когда я увидела старинные утюги первые в деревне, ну да, это был снос какой-то головы. То есть хотелось из них сделать что-то невероятное. Ну и, естественно, информацию стала искать в книгах, в интернете. Сейчас у Татьяны, собственно, небольшая арт-студия, которую она называла «ШКАП» из любви ко всему винтажному. Когда открываешь бабушкин шкаф, а там все. И старое, и новое, и разные-разные вещи. Не знаю, по крайней мере, это я видела в деревенских таких вот домах. Цель моя какая? Декорировать и шить изделия в одном ключе. Ну, текстиль для кухни, чайный домик, какие-то панно, часы. Ну, предметы такие вот, то, что необходимо, и можно пользоваться каждый день. Она жалеет лишь о двух вещах. О том, что у нее нет большой просторной мастерской и что в сутках так мало часов. Творить для себя некогда, сетует Татьяна, ведь заказами надо заниматься в первую очередь. Кстати, именно она создала талисман видновской танцевальной студии «Звездный вальс», с которым юные артисты сначала завоевали титул чемпионов Москвы, а потом подтвердили его уже на уровне страны. Мы даже не знали толком, что это будет. Начиналось из одних тканей. Девочки побежали искать то, что у них, видимо, было в воображении, что они хотели это получить. Нашли совершенно другие. Потом, пока была постройка самой вот этой звезды, то есть оказалось, это не так просто. Геометрию пришлось вспоминать. Татьяна работает в самых разных техниках. Пэтчворк, стежка, декупаж, создает текстильные игрушки тильды, занимается точечной росписью и текстильной аппликацией. Бывает, что ты увидишь какой-то, я не знаю, листик, цветочек или здание, и вот почему-то складывается вот что-то из ничего. Есть у декораторов такая вещь, ты начинаешь с одной идеи, а рождается совершенно другая вещь. Вот как это происходит, я не знаю. Порой заказчики толком не могут объяснить, что именно хотят. Тогда начинается чистое творчество. Мне сказали, что хочу рюкзак из джинсы, чтобы там было и красненькое, и синенькое, и зелененькое. Ну, в общем-то, мозги мои бродили в поисках идей, наверное, месяц. И вдруг вот родился вот этот вот домик. Пасхальные яйца в технике декупаж – одно из последних творений мастерицы. Создать их довольно просто, уверяет Татьяна. Рецептом она поделилась с нами. Впереди Пасха, значит, каждый может сделать вот такое пасхальное яйцо. Достаточно просто взять деревянную заготовку, загрунтовать, покрасить, приклеить мотив и декорировать по талью. Если нет потали, можно поработать обычными акриловыми красками. Затем, советует Татьяна, нужно искупать яйцо в глянцевом лаке и хорошенько просушить. И любоваться сделанным своими руками шедевром. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.